Хотите заработать тысячу долларов уже сегодня, а потом тысячу... Нет, в данном случае эту рекламу не пропустить, потому что она является частью этого ролика. Просматривая ролики на любимом ютубчике, вам точно хотя бы раз всплывала навязчивая реклама сомнительных ресурсов. В последнее время она появляется все чаще и чаще, поэтому я решил заснять этот ролик и разобраться, как она устроена, кто за этим стоит и сколько на этом можно заработать. Она вылазит как на главной странице в виде баннера с завлекающим названием и отметкой рекламы, так и перед самим роликом, как в начале моего. Не знаю как у вас, но у меня практически перед каждым роликом, не имея ютуб премиум, вылезает эта реклама. Я вижу ее постоянно, а значит люди в это верят и размещение такой рекламы приносит создателям хороший стабильный доход, а значит это до сих пор актуально. Сегодня вы узнаете, как работает реклама мошенников на ютубе, на какие типы она делится, кто за ней стоит, что будет, если по ней перейти и заполнить заявку, какую выгоду получают создатели такой рекламы. И самое интересное, практика. Сегодня я запущу свою фейковую рекламу, которую вы сможете увидеть перед роликами. Стану мошенником, который будет обещать 300 долларов в день, 1000 долларов в день, легкий заработок в интернете. После всего этого посчитаю, удалось ли мне надурить доверчивых пользователей, обойти блокировку ютуба, ну и заработать, создав свою фейковую рекламу на ютубе. Приятного просмотра. Привет, меня зовут Артур Камышкин, и рынок фейковой рекламы далеко не нов. Еще 10 лет назад можно было встретить вот такие кликбейтные заголовки. Вы наверняка их знаете. Это мы видели на досках объявлений, новостных сайтах, баннерах, если не включен надблок. Со временем все совершенствовалось, грамотность людей повышалась, и теперь в ход идут новые речики давления и платформы. Например, дипфайк Олега Тинькова с предложением инвестировать деньги. 50% к вашей сумме вложений. Например, вы инвестируете 20 тысяч рублей, а на счет для работы получаете... Да, голос не очень похож, но это не проблема. И сегодня ютуб. Ну а перед началом ролика небольшая реклама, не фейковая. Сегодня партнером этого выпуска является номер один платформа для блогеров. Перфлюенс. Рассказываю, что это такое. Перфлюенс это платформа для блогеров, где можно сотрудничать с крупными рекламодателями, имея всего от полутора тысяч подписчиков, и выбирать их вы можете сами. Когда я начинал о рекламе, даже и не думал. Отчасти напрасно. Думал, это сложно, рекламодателей найти трудно и на первых порах вообще платят копейки. Но это не совсем так. Для таких случаев и есть платформа Перфлюенс. И это действительно очень удобно. Допустим, вы небольшой блогер и хотите зарабатывать на своем детище. Или хотите иметь возможность неограниченного заработка, не создавая свои продукты. В таком случае Перфлюенс вам сильно поможет. Платформа открывает возможность для сотрудничества с брендами, широко известными по всему миру. Тиньков, Яндекс, Бермаркет, Пятерочка и многие-многие другие. Более 116 активных рекламных предложений для блогеров. Не нужно никого искать и договариваться об условиях. Просто заходите в систему и выбираете. К тому же вам на помощь всегда придет персональный менеджер, который ответит на ваши вопросы, поможет с подготовкой материала. Переходите по моей ссылке в описании и выбирайте свой первый проект для сотрудничества. А также за регистрацию вы получите 50 рублей на счет. Ссылка в описании. Перфлюенс. Прямо сейчас открываем YouTube и сразу же видим вот такую рекламу. Google. Одна из крупнейших компаний мира. И мы не стоим на месте. Мы разработали программу Google Finance, благодаря которой каждый пользователь сможет получать легальный пассивный доход. Эта программа анализирует финансовый рынок автоматически. Благодаря тому, что Google... Это реклама автоматического заработка якобы от Google Finance Plus. И работает она, потому что Google знает все. Как она появилась, непонятно. Потому что в правилах YouTube прямо сказано, что запрещено рекламировать спам, мошенничество, ввод в заблуждение, обещание подарков и прибыли. Однако тут явно заметен прогресс, в отличие от мошеннических роликов 2000-х годов. Хороший монтаж, приятный голос, музыка, что вызывает доверие аудитории. Привязка к Google. Якобы это видео от команды Google Finance. Если загуглить, то мы узнаем, что это действительно настоящий провайдер финансовой информации, принадлежащий Google. Переходим по рекламной ссылке, и я попадаю на какой-то опрос, который состоит из четырех базовых вопросов для подогрева аудитории, с припиской к каждому вопросу, что изображает из себя этот заработок. Быстренько проходим этот опрос и попадаем на страницу с якобы алгоритмом автоматического заработка под видом Google. Тут рассказывается, сколько можно заработать на аксиях с этим алгоритмом. Вкладываем 1000 долларов и получаем 1000 сверху. Окей. Сайт сделан на коленке. Домен странный и зарегистрирован он совсем недавно. Используется шрифтой Google. Но меня не просят ничего скачивать, ничего устанавливать и вкладывать деньги куда-то. А всего лишь просят заполнить имя, фамилию, электрон адрес и номер телефона. Но почему и что же будет дальше после заполнения этой формы? Как мошенники попытаются меня обмануть? Ведь они даже не спрашивают номер карты и не нужно оплатить какую-то комиссию в 200 рублей, чтобы получить огромную сумму. В чем же тогда прибыль этих мошенников? Для того, чтобы разобраться, давайте перейдем на YouTube и рассмотрим следующую, вторую сомнительную рекламу, которую я нашел вот-вот. Генеральный директор компании Тим Кук выступил в Конгрессе. Ваша программа iOwn способна самостоятельно совершать сделки на рынке активов, при этом каждая сделка успешна и прибыльна. На каком основании вы запустили такую программу в свободный доступ? На таком основании, что это легально. Зарабатывать хорошие деньги на бирже разрешено во всех странах. Это новости с наложенным голосом сверху. Якобы Тим Кук создал опять какую-то автоматическую программу для заработка. Рекламная ссылка ведет на странный домен с предложением присоединиться к новому проекту самой надежной в мире компании. Тут упор давит на Apple. Над программой работают тысячи специалистов в области финансовых рынков и технологий. Программа на основе структурного анализа данных из собственных источников предугадывает колебания рынка и заключает сделку для вас. Домен сайта максимально странный и был зарегистрирован, как и в предыдущей рекламе, всего месяц назад. Портрет Тима Кука, никакой дополнительной информации и опять запрашивают те же персональные данные. Имя, фамилия, телефон и почта. И все. Не нужно никуда вводить номер карты и ничего. Просто персональные данные. А значит, эти два сайта связаны. И мошенники делают разные заходы на разную целевую аудиторию. Там через Google, а тут через новости с наложенным голосом сверху. Анализируя на что откликаются люди и какой способ наиболее прибыльный. Что же будет в итоге после заполнения своих данных, узнаете чуть позже. А пока еще раз заходим на YouTube, и меня встречает третий заход в стиле русских сериалов на НТВ. Да. Теперь эти деньги ваши. И такая сумма будет поступать на ваш счет каждый день. Минимум 2700 долларов. Ну, я же ничего не делала. Делали. Вчера вечером выкликнули кнопочку включить. Эта реклама направлена на еще более взрослую целевую аудиторию и ведет на схожий сайт, где опять запрашивают персональные данные. Используются старые уловки с поддельными отзывами и наймом актеров. А в предупреждении о рисках и вовсе сказано, что мы сами соглашаемся потерять свои деньги. Открываю еще пару роликов и уже новые сериалы. Их куча. Все ведут на схожие сайты. Везде обещают легкий доход. Наняты актеры и везде запрашивают наши персональные данные. Имя, фамилия, почта, номер. И все. Ну и наконец я добрался до старого доброго закадрового голоса. Уже сегодня. А потом тысячу долларов в день. Сотни тысяч долларов в ближайшие 30 дней. На повестке у нас два вопроса. Первый. Что будет, если заполнить свои данные на таких сайтах? Второй. Неужели люди на это ведутся? И реклама, которую мошенники покупают у ютуба, окупается. Ну раз рекламируют, значит окупаются. И значит приносят хороший стабильный доход. Это мы проверим на практике через несколько минут, создав свою мошенническую рекламу. Ну а пока заполняем данные на этих сайтах. Имя, фамилия, почта, телефон готово. Далее попадаем на какую-то биржу и ничего не происходит. Хм, ладно, даже никто на деньги никак не разводит. Просто какая-то биржа и все. Заполняем данные на втором сайте и попадаем на другой сайт, где нет вообще никакой информации, кроме как возможности вложить средства. И не ясно в чем смысл и где меня пытаются обмануть и забрать мои средства. Ну да, вот сайт такой биржа и все. Хорошо. Заполняем данные на третьем сомнительном сайте и попадаем на еще более странный сайт. Тут нет вообще ничего. Пару графиков, курс валют, статистика посещений и все. Сюда даже нельзя деньги свои вложить, чтобы меня обманули. Ну и в чем тогда был смысл этого предложения заработать тысячу долларов за 10 минут? Хорошо. Заполняем данные еще на десятки подобных сайтов, которые я нашел по ютубовской рекламе. И попадаем на те же сайты, сделанные на коленке за 10 минут. Единственное различие это разные цвета. А значит вся эта реклама делается одними и теми же людьми. И что делать дальше? Непонятно. Вот такая странная реклама на ютубе, которая никуда не ведет. Просто какой-то сайт и все. Ничего больше нету. Тогда зачем это все было? Непонятно, но окей. А нет, понятно. Через некоторое время раздался телефонный звонок. Алло, алло. Да, да. Артур, еще раз. Здравствуйте. Да, здравствуйте. В принципе, подскажите для начала, вы вообще как опыт имеете в данной сфере? Не имеете в связи на биржевой торговле, финансовых рынках? Не, 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 вообще не имею. Нет, я рекламу на ютубе увидел, то, что вот легкий заработок, заполнил заявку. А скажите, в принципе, это вы рассматриваете как дополнительный источник дохода или как основной? Хорошо, хорошо. Смотрите, в принципе, у вас доступ к интернету как с компьютера, с телефона, подскажите. А из компьютера, с телефона по-разному могу. В данном случае, смотрите, да, то есть, каким способом вы будете зарабатывать, способ довольно-таки банальный простой, докупить, решали про так дороже. Собственно, с чем мы вам и помогаем. Втираясь в доверие, мошенник спрашивает о вас, рассказывает о себе, знакомится ближе. Вы говорите, что вы хотите в дальнейшем выйти на доход, там, тысячу, полторы тысячи евро. Ну, это, да, в идеале было бы отлично. Минимальная там инвестиция, в размере, там, 215 евро, то есть у вас как сейчас доступно? Да, да, отлично. А, смотрите, а тогда подскажите, а как у вас вот со временем, исходя из вашей работы, из вашего графика, как у вас? Затем плавненько просит перейти на сайт, рассказывает о нем. Новое поколение в онлайн-торговле, написано. Совершенно верно. И, смотрите, у вас есть там, то есть, непосредственно наверху у вас есть разделы, видите? У вас есть кнопочка войти, видите? Да. Наждая синенькая. Вижу, да. Вот, нажмите, да, нажмите войти. Войти, да, нажал. Вошел, да, тут какой-то график. Понял, все, замечательно. Смотрите, у вас в правом верхнем углу есть кнопочка майка. Видите? И все медленно, но верно. Идет к вкладу в 250 евро. Хорошо, замечательно. Тогда, смотрите, сейчас, когда вам в целях безопасности и избежания мошенничества, вам сейчас непосредственно финансовый отдел генерирует платежную систему для активации ваших звоночек. А что вы сейчас видите на компьютере, подскажите? Сейчас я смотрел сайт этот, вот, Google Finance Plus, то, что вот, про алгоритм. А сейчас вот могу перейти вот на Specifix. Да, переходите. Ага, перешел, да. Что вы сейчас видите перед собой? Транзакции, окошко транзакции. Я понял вас. Хорошо, смотрите, если окошко транзакции, у вас здесь кнопочка депозит, видите? Да, есть кнопочка депозит, да. Да, нажимать кнопочку депозит. А вы будете, я так понимаю, банковская карта, либо с какого-то криптокошелька? Да, если банковская карта, нажимайте по этот трансфер. Там, где сумма, пишите 250. Ага, понял, да, поставил галочку. 250, а, в долларах, вижу. В евро тут нельзя. Конвертация происходит по курсу вашего. Автоматическая, я так понимаю, да. По курсу вашего банка, совершенно верно. Так, теперь просят карту ввести. Да, заполняйте банковские данные. Мошенник буквально вел меня за руку до ввода моей банковской карты. А много у вас вообще клиентов? Да, стоящно. Каждый год он прибавляется, потому что основная масса сейчас приходит процентов 65. Это по сарафанам рака, как это называется, народ. Ну а какие вообще масштабы? Это, не знаю, 10 человек в месяц, 100, 1000, может. Интересно, правда, очень. Гораздо больше. Больше? Да, конечно. Понимаю, да. Ну все, я тогда ввожу карту вот. Да, вводите карточку, когда закончите. Кстати, да, хотел вас спросить, а откуда у вас такой хороший русский? Вот так выглядит вся эта схема. По словам этого Матвея, сентябрь у них это самый прибыльный месяц. И клиентов у них очень и очень много. Шум на фоне тоже фейковый. Биржа фейковая. Мошенник ловко увиливал от моих каверзных вопросов и мгновенно переводил тему. Вместе с деньгами уходят еще и данные вашей банковской карты. И вместо 250 евро потерять можно вообще все, что есть на карте. Окей, теперь переходим к практике и создадим свою мошенническую рекламу. Сперва определяемся с форматом. Делать такой же сериал, переозвучку новостей, либо просто закадровый голос. Еще вопрос, куда вести этих людей и как повысить шанс, чтобы YouTube одобрил мою рекламу и не нашел в ней ничего подозрительного. Я взял готовый ролик про заработок тысячи долларов в день. Вот он. Обрезал его, чуть видоизменил, поставил свои ссылки, залил на YouTube и запустил точно такую же рекламу, которую запускают мошенники. Теперь я узнаю, сколько людей на это ведется. Как вы помните, такая реклама сначала ведет на опрос, затем уже на мошеннический сайт. Это сделано, чтобы модерация YouTube не заподозрила подозрительную ссылку. Вместо нее будет настоящий опросник. Я сделал точно такой же опрос и создал точно такой же сайт, как у мошенников, только со своим доменом. Реклама, опрос, фейковый сайт, заполнение данных и звонок. Окей, первая реклама запущена. Ждем результатов и данных потенциальных жертв. А теперь создаем вторую рекламу. Теперь я буду в роли успешного трейдера. Все вы видели на просторах интернета рекламные ролики от молодых людей с дорогими машинами, которые рассказывают о успешном успехе и зазывают присоединиться в их команду, чтобы рубить кэш. Я сделал точно то же самое, что делают они. Я взял готовый ролик такого человека, который занимается ставками, прогнозами, сигналами. Вот он, красивый ролик с успешным успехом. Обрезал его и сделал из него YouTube рекламу на 3 минутки, которая ведет в Telegram канал. Людей я буду вести на опрос, а потом уже не на сайт, а в Telegram канал. Фейковая реклама, ссылка на опрос. С опроса введем в Telegram канал, где потенциальных жертв и будет ждать этот трейдер. Ну, сегодня я, чтобы обмануть. Для этого я создал Telegram канал про инвестиции. Поставил аватарку успешного парня, накрутил 5000 подписчиков, закинул посты про успешный успех, про трейдинг, платные сигналы. Сюда и будет вести моя реклама на YouTube. Те, кто перейдет и подпишется на этот канал с рекламы, это потенциальные жертвы. Проходит день, и все мои рекламные кампании были одобрены. YouTube не нашел в них ничего подозрительного. Первый этап пройден. Прошло еще два дня, и в аналитике сайта по первой рекламе я увидел, что за два дня его посетили 109 человек. Однако заполненных данных гораздо меньше. Всего 8 человек оставили свое имя, фамилию, почту и номер телефона. Они и являются потенциальными жертвами, а значит, все работает. Я звонить жертвам не буду, но мошенники бы это точно сделали, и наверняка поимели бы с них денег. Ну, как и поимели почти с меня. В телеграм-канале, который я создал специально для выпуска, тоже пополнение. Три сообщения с просьбой рассказать более подробно и научить зарабатывать. Вот и пришли наши жертвы прямиком с YouTube. Далее я начал с ними переписываться и предлагать им купить доступ в закрытый канал, где они смогут заработать много денег. То есть пытаемся развести наивных людей в интернете и смотрим, насколько это работает. Тут должен быть финал, что все-таки мне кого-то удалось надурить на деньги, но нет. Но все же мы получили 55 подписчиков, которые продолжают читать этот канал, и в теории готовы отдать свои деньги псевдо-инвестору, псевдо-трейдеру, и они уже ему верят, потому что они подписались на его телеграм-канал, и они его читают. А значит, все получилось и все работает. Я смог обойти модерацию YouTube, я смог привлечь людей наивных, которых можно обмануть, и все работает. Да? К сожалению, YouTube не идеален и пропускает очень много мошеннической рекламы. Вот, год назад, например, модерацию прошли вот эти картинки, а еще как-то раз рекламировалась Гидра и Наркошопы прямиком на YouTube. Учитывая то, что YouTube это пропускает, полностью модерировать это и устранить невозможно. Потратив небольшую сумму и заказав таргет в YouTube, мне удалось привлечь максимально наивных пользователей, которых мошенники в дальнейшем будут обрабатывать. Да, казалось бы, способы старые, но вы все видите сами. Мошенники рекламу такую крутят постоянно. Да и на моем примере это видно, что люди ведутся, и наивные люди тоже находятся. Спасибо за просмотр, с вами был Артур Камушкин. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и скиньте его своим друзьям. Это поможет набрать ролику больше просмотров, и это замотивирует меня выпускать видео чаще. Пишите комментарии и до новых встреч. Пока.